Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, и сегодня у нас преддверие ответного матча Лиги Чемпионов Мадридский Реал против Ливерпуля. Вы в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете, с каким счетом она завершится и кто победит, ну а позже мы узнаем, каким же результат будет в жизни. Ориентировочные составы на эту игру взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться, ну и давайте начинать. Первая встреча закончилась крахом Ливерпуля. После счета 2-0, казалось бы, все было здорово и комфортно, но дальше включил сериал и забил 5 голов. Что будет в ответной встрече? Увидели мы с вами голевую феерию или же все закончится каким-то минимальным счетом, а может быть даже ничейным результатом. Посмотрим. Ну а в нашем прогнозе Ливерпуль с первых минут начинает идти в атаку, здесь потеря и вот уже Мадридский Реал пытается пойти вперед. 12 минут позади, пока что особо опасных моментов не было, но вот сейчас Карим Бензева ищет партнера, находит Вальверде, но тот в положении вне игры, хотя показывает боковому, что никакого офсайда там и не было в помине. Ну не, с передачи на Салаха, тот заскакивает в штрафную, но уступает в борьбу Тибо Куртуа. Венисио, сабот уже его выход, но лишнее движение. Успевает Вирджил Ван Дейк чуть насесть на соперника и мяч легко достается голкиперу. Атака Мадридского Реала, удар поворотом и гол Вальверде. В середине первого тайма спаса Карима Бензева открывает счет. По хозяйски Мадридский Реал в нашем прогнозе выходит вперед и это 1-0. Ну и здесь не доглядели. Ни за Каримом Бензева, ни за забегающим Вальверде и он просто поражает пустой угол. Это 1-0, 25 минут позади. А вот удар Нуниеза, но на месте Тибо Куртуа, спокойно забирает мяч в руки и никуда особо не торопится. И снова Моссалак залетел в штрафную, дойдет ли дело до удара, разбивают Салака, но нет. Здесь не пенальти, никакого нарушения правил не было и остается 10 минут в первом тайме. Карим Бензева прокидывает себе мяч, отдает передачу Модриджу, но до того мяч не доходит. И Ливерпуль снова пытается быстро выйти вперед. Это Гакпо на левом фланге пытается раскачать сейчас начо. Прошла передача дальше, но все спокойно. Футболисты Реала помогают друг другу в обороне своих ворот и не позволяют сопернику подойти как можно ближе. А вот здесь хороший заброс на Венисиуса. Венисиус прокидывает себе мяч дальше, но успевает Вирджил Ван Дейк. И на этом первый тайм завершен, пока 1-0. Минимум момента в первом тайме. У Мадридского Реала один удар, один гол. У Ливерпуля было два удара, но забить они по итогу не смогли. Посмотрим, чем нас порадуют вторые 45 минут. 52-я минута. Карим Бензева сейчас на правом фланге. Ищет партнера, находит Вальверде. Прошла передача в штрафную. Бензева, скидка Венисиус. Добивание и 2-0. С первым ударом Венисиуса справился Алисон Беккер. Ну а дальше мяч отскакивает обратно на ногу к Венисиусу. И тот делает счет 2-0. Ну и снова, снова Карим Бензиман. Он выдал изумительную передачу на Венисиуса. Тот справился с полетом мяча, пробил. Ну и немножко, конечно, повезло, что мяч во второй раз отскочил к Венисиусу. И там он уже поражал пустые ворота. Еще одна атака мадридского Реала. Вальверде заскочил в штрафную и прострел в центр. Но здесь мяч не доходит до Венисиуса. У Ливерпуля будто опустились уже руки. Но оно и понятно. Ладно, это наш прогноз, где здесь первая встреча ничего не решала. Но в жизни, я думаю, после такого проигрыша 5-2, очень сложно вернуться в двухматчевое противостояние. А любой гол Реала в этой встрече будет натягивать еще сильнее этот маленький шанс на отыгрыш. Ждет, кому бы сделать передачу. Передача прошла. Ну не, Салах, надо бить. Ну а по итогу снова завозились и потеряли мяч штрафной соперника. Хорошая передача на Нуниза. Он залетел в штрафную. Откидывает Роберто Фермино. Фермино делает снова пас в ногу сопернику. И мяч потерян. Пошла подача на дальнюю. Гаг побьет в дальний. Попадает в перекладину. Вот и первый, наверное, самый опасный момент во втором тайме в исполнении Ливерпуля на оставшихся трех минутах этого матча. Венисио штрафной пытается раскрутить оборону. Зарабатывает угловой. И остаются буквально считанные секунды до конца. Арбитр добавил одну минуту. Она уже истекла. Ну и сейчас, я думаю, на завершение этой атаки все и закончится. Звучит финальный свисток. Вы, ребята, в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok